Сегодня в половине третьего часа ночи под покровом густой уральской тьмы в Серове, на улице Черняховского, что на сортировке, с территории тамошнего детского садика номер 3, бессонный алканавт, гулявший с таким же типом и бухлом, похитил новогоднюю елку. Прям как в песне, срубил елочку под самый корешок, если это, конечно, применимо к искусственному пластиковому растению. Прям была такая. В минувший понедельник руководство садика достало из запасников две искусственные елочки и установило их на постаментах у детсадовских ворот. Детишки массово радостно наряжали эти елки, впитывая предновогоднее настроение и вот на тебе. Сегодня ночью мимо садика шли два бухаря с пойлом в руках, и один из них решил детям праздник, ну, не то чтобы пообломать, но как бы располовинить радость. Он перебрался через метровый заборчик, выдернул елку-палку из крепления, перешагнул обратно и побрел с елкой с обутыльником вдаль по Черняховскому. Руководство третьего садика решило в полицию не обращаться, ибо ущерб небольшой и даже на уголовку не тянет, а вот в сеть выложить это видео сочло уместным, ибо полтретьего ночи по сортировке гуляли по-любому местные, а населения там немного, может кто елочную воришку и признает. Ну, а вообще, по итогам этих ночных выступлений можно заметить, что воришки люто проперло, и он при перешагивании забора, оснащенного, как видно, острыми пиками, не споткнулся, не поскользнулся и не упал на торчащие железяки своей кормой. В его накиданном состоянии это было вполне возможно. Был наштыренный фигурально, а присел и стал наштыренный буквально. И в комментариях к этому видео некоторые люди прям сожалели, что так не случилось. Друзья, ну за елочку, которая на рынке стоит 1000 рублей, желать воришке такой кары, ну это как-то пошло. Это по объективному духовному закону накликивать геморрой на свой зад. Ни в коей мере не заступаемся за этого типа гринча, типа укравшего типа Рождество, но и желать зла, пусть даже вору, пусть даже огорчившему детей, это опасно. Есть такой вариант, вместо того, чтобы плеваться желчью в сети, берете 1000 рублей, покупаете аналогичную елочку и под покровом ночи ставите на вакантное место в садике. Вот дети утром обрадуются. Главное сделать это так, чтобы вас не опознали по видеозаписи, ну чтоб доброе дело принесло пользу душе, а не сквернило ее тщеславием. Ну и на пасашок, не могу не вспомнить, что на этой неделе по аналогичной схеме, под покровом ночи, аналогичную искусственную елку злодей похитил в Екатеринбурге из садика номер 588, что на улице Боровой. О чем мы рассказывали вчера. Если это предновогодняя тенденция, то может в садиках на улице елки не выставлять? Или как-то может быть ночных сторожей нацелить конкретно на охрану главного новогоднего растения?